Сегодня 1 мая 2014 года. Я, Владимир Александрович Пащенко, нахожусь в деревне Потеряевка Мамутовского района Алтайского края. Вот сегодня позвонила одна наша сестра, Надежда Васильевна Лапкина, и сообщила, что умирала наша одна сестра, Конева, Валентина. Прежде этого молимся, конечно, за нее, за эту душу, чтобы Господь принял ее, простил ее всякое согрешение, вольное и невольное, тальное и явное. Вообще, чтобы помиловал Господь ее, простил и помиловал по своей великой благости своей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Боже, будь милостив ко мне, конечно. Создавший наш Господь, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи. Прости нас, конечно. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живот даровов. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живот даровов. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живот даровов. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пристно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый посети исцеление мощи наши. Битвы ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пристно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое Царство, Силы и Слава во веки. Аминь. Господи, мой Господи, прими эту душу, Валентину, прости ее, Владыка, повели к Твоей милости. Прости ее всякое согрешение, вольное или невольное, тайное или явное, где она согрешила мысли словным делом. Прости ее, мой Господь, и прими вечные обители Твои, Царство Твое. Вместе со святыми Твоими упокой ее душу, Господи, если угодила на Тебе жизнь своей. Ты милосердь, Ты благ, Господи, прости ее, Владыка. Вспомни все добрые дела, которые она совершила во славе имя Твоего святого. Повели к Твоему человеколюбию, помилуй ее, Господи. Обгони злых духов от нее, от всякого рода зла избавь ее. Добрые ангелы-хранители, и все святые встретят ее, да проводят Царство Твое небесное. Господи, но да будет во всем Твоя святая воля, ибо Ты сам говоришь Духом Твоим святым. Через слово Твое, что никак не судите прежде времени, ибо Ты, когда, Господь, придешь вторым своим пришествием, и все мы воскресим на суд Божий, и каждый даст сам за себя отчет перед Тобой, перед лицом Твоим, тогда Ты, Господи, укажешь, кто из овцы ты поставишь по правую сторону, а кто из козлы, а тех поставишь по левую сторону. Прости нас, Владыка, и помилуй нас. Помоги, Господи, нам быть готовым к встрече с Тобой, чтобы этот жизненный путь, этот жизненный поприще мы прошли с верою, с надеждой, с любовью к Тебе, чтобы каждое дело мы делали с радостью, с желанием, с любовью к Тебе, Господи. Дай нам возлюбить Тебя всем сердцем, всем разумением, всей душой, всей крепостью, и возлюбить благо своего, как самого себя. Господи, мой Господи, верни мне первую любовь, которая по своему нерадению, небрежности, ленности, праздности, черевогой другим грехам своим, потерял, Господи. Прости меня, Владыка, помилуй меня, ибо Ты, благою человека, любви, и Он мой создатель. Благослови, Господи, моих братьев, Игнатия, Николая и Виктора. Сохрани их завтра, Господи, от всякого рода зла, и сердца начальствующих расположи к ним, чтобы они это совершили, благовещенскую поездку по Европе, также в Лондон, и другие города, Господи, для прославления имя Того Святого, чтобы через эти книги, через эту проповедь обратились новые души, чтобы они познали Тебя, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы они пошли за Тобою, Господи, и на все смотрели открытым окном по Слову Твоему, просвещенный Духом Твоем Святой. Господи, мой Господи, а меня умудри по лагерю, дай мне разумение, как воспитать детей, как, Господи, научить их молитве, любви к Слову Твоему, дай мне разумение во всем, здравомыслия, рассудительности, отгони всякую беспечность, ленностью, дай мудрости, Господи, премудрости Твоей, ибо без Тебя ничто, без Тебя ничто я не могу сделать, Господи. Умудри и сохрани от всякого рода зла, от козни дьявольских. Пошли добрых помощников, Господи, советников в этом деле и братьев моих благослови, поездки их. Прибудь рядом, не оставь и не покинь на дак отца этой земной жизни, дай, чтобы ему, Господи, угодили Тебе своей жизнью, веря в Тебя, Господи. Если мы где-то упадем, подними нас, прости нас, Владыка, ибо Ты благой человек, любимый мой создатель. Молю Тебя, Господи, также за отступников, которые, Господи, враг посмеялся над душами. Не дай, чтобы он до конца эти души погубил, чтобы они вечности мучились в воду, Господи, не зная Тебя. Помоги Галине, Галине, Виктору, Олегу, Алексею, Андрею, Михаилу, Георгию, возврати его в церковь. Не дай им душам погибли. Помоги спастись, также Наталье, Зине, Ольге, Ольге, Раисе, Господи, прости их, Владыка, и помилуй их. Обрати, Господи, моих, даже родных и близких, чтобы они в вечность не отошли, не зная Тебя, Господи. Примири их с собой. Достучись до них, Господи, до этих жесточих сердец, чтобы они искали лица Твоего, чтобы они обратили свой взор к Тебе, Господу нашему, Иисусу Христу, Спасителю наших душ. Да, чтобы семя Твое не было похищено врагом душ человеческих, но возросло в их сердце. И дало плод, какой в тридцать, какой в шестьдесят, какой в сто крат. Господи, мой Господи, обрати даже всех тех людей, которым когда-либо я свидетельствовал Слово Твое, чтобы Слово Твое заговорило, чтобы оно было живо и действенно. Господи, помоги им, чтобы не отверлили им путь спасения, Слово Твое евангельское. Дай в дальнейшем для изновидения вести Слово Твое, дай любовь к Слову Твоему, как Ты давал своим пророкам, апостолам и другим, которые следовали за Твоей, ученикам Твоим, любовь к Слову Твоему. Дай и мне, Господи, эту любовь. Господи, как велика Твоя милость, что Ты даешь знать Слово Твое. Вечное Твое Слово, по которому Ты наш будешь судить, Господи. Как велика Твоя милость. Вложи эти слова, Господи, начертай их на сердце мое, в разуме, но встах мое. Дай все это желать искренне, без лукавства. Пребудь рядом, не оставь меня покинут. Господи, мой Господи, как велика Твоя милость. Хвала Тебя за все Твои милости и щедроты, за величие Дел Твоих, что мы видим каждый день, за это тепло, Господи, что даешь Твою силы, здоровья, разумения, мудрости во всем. Руки, ноги, Господи, глаза, уши, язык, чтобы славить имя Твои Святое, Господи. Пребудь рядом, не оставь и не покинь. Руководи меня, Господи, Духом Твоей Святым. Как велика Твоя милость. Слава Тебе. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Псалом 1. Псалом Давида. Псалом Давида. Восстают цари земли, и князья совещаются против Господа и против помазанника Его. Расторнем узы их и свернем в себя оковы их. Живущий на имесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своей приведет их смятение. Я помазал царя моего над Сеоном, святой горою моей. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразвешись жезлом железным, сокрушивших, как сосуд горшечника. Итак, вы разумитесь, цари, научитесь судить земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь перед Ним с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на него. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, ищи передо мною. Слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не боюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой! Ибо ты поражаешь планету всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечтивых. От Господа спасение над народом твоим благословение твое. Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня, и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет поругание, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертву правдой и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо. Яви нам в свет лица твоих, Господи. Ты исполнил сердцем и весельем с того времени, как у них хлеб и вино и или умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Услышь, Господи, слова мои, уразуми и помышления мои. Внимли глаз в опре моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану перед Тобой и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. Нечтивый не пребудет пред очами Твоими, Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадную коварно угнушается Господь. А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих уравняй передо мной путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердца их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим мстят. Осуди их, Боже, допадут они от замыслов своих, по множеству нечестий их, отверни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобой, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены. И душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, да коли. Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо смерти нет памятования Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен меня воздыханием моими, каждую ночь омывая ложи мою, слезами моими омочая постель мою. Иссохло от печали око мою, обвисшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня, вседелущие беззаконие. Ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои. Да возвратятся и постыдятся мгновенно. Господи, Боже мой, на Тебя уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторнет он подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я оплатил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет землю жизнь мою и славу ему повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистоства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сон людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злобу нечстивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытываешь сердца и утробы праведной Божией. Щит мой в Боге, спасающим право в сердце. Бог, судья праведный, Бог крепкий и долготерпеливый, и Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, Он изощряет свой меч, Напрягает лук свой и направляет его. Приготовляет для него сосуды смерти, Стрелы свои делает палящими. Вот, нечстиво зачал неправду, Был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, И упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, И злодейство упадет на его теме. Славлю Господа по правде его, И пою имени Господа Всевышнего. Господи Боже наш, Как величественное имя Твое по всей земле, Слава Твоя простирается превыше небес. Извоз младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, Дабы сделать безмолвом врага и мстителя. Когда, взирая на небеса Твои, Дело Твоих перстов, На луну и звезды, которые Ты поставил, То, что есть человек, что Ты помнишь его, И сын человеческий, что Ты посещаешь его. Немного Ты умолил его перед ангелами, С славой и честью увенчал его. Поставил его владыку над делами рук Твоих, Все положил под ноги его. Овец и волов всех, и также полевых зверей, Птиц небесных и рыб морских, Все приходящие морскими стезями. Господи Боже наш, Как величественно имя Твое по всей земле! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аминь Вот так у нас выглядит На скворечнике дом Так он называется Дом-скворечник Вот я стоял, молился Вот иконка у нас Господа нашего Иисуса Христа Вот Богородицы держит младенца Иисуса Христа А вот крест Господень Напоминание нам Распятие, пролите крови И лопочистой Да Господь совершил в моей жизни Избрание Изменил меня Очистил меня Дал Привел к святым своим Даровал мне прощение грехов Крещения Здесь вот в Потеряевке Я крестился троекратным погружением А здесь сейчас живет Виктор Савченко Виктор Николаевич Он здесь учитель В Потеряевке Вот так вот выглядит Третий Для Слову Божия Нет ус Это биографическая Автобиография Как его Ну все Сейчас вот уже У нас Пять минут Двенадцатого Вечера Слава Христу Аллилуйя Слава Христу Слава Христу Слава Христу Слава Христу